время нашего урока ну и как всегда первые несколько секунд мы находимся в состоянии ожидания будет ли подключен интернет будет ли слышно и прочее и прочее поэтому некая пауза которая возникает у нас сегодня уже пятый день месяца ТВЭТ через пять дней у нас будет пост 10 ТВЭТа всего-всего самого замечательного вот написано подключение доступно замечательно, очень хорошо сегодняшний урок я хочу посвятить вот какой интересной теме и я на нее натолкнулся как раз в нашей недельной главе в эту субботу мы читаем недельную главу Вайгаш это наша недельная глава и там рассказывается о том как Юсеф открывается своим братьям и после того, как он открывается своим братьям он посылает за отцом и все спускаются в Египет и начинается новая полоса в жизни семьи ну по существу начинается формирование народа через 210 лет эта семья огромная семья выйдет из Египта к ним присоединяется огромное количество людей и возникнет вот еврейский народ так вот сказано значит когда Яков собирает всю свою семью и перечисления всех фамилий получится так, что 70 душ спускаются ну включая Юсефа и его санафея которые жили уже в Мецаяме всего 70 душ от чресел Якова попадают в Египет и вот там есть такой момент когда Яков собирается и он написано И поехал Исраэль и все, что связанное с ним и пришел в Бер-Шеву и в Бер-Шеве перед тем, как прийти в Мецраем спуститься в Мецраем он настроит жертвенник он приносит жертвы а дальше сказано так Вайомер Эл-Локим Ле-Исраэль и сказал Эл-Локим одно из имен Всевышнего Исраэлю Бе-Мар-О-Та-Лайла в ночных видениях Вайомер и сказал Яков Яков и сказал он Яков Яков Вайомер и не ответил вот я вот в этом стихе это я читаю Бер-Шит 46.2 Всевышний говорит Исраэлю и называет его Яков мне показалось что вот в одном стихе два имени Всевышний к Исраэлю и называет его Яков и вот вот этот как раз стих меня побудил о том чтобы выбрать тему нашего разговора имена имена имя имя очень важно мы много раз с вами говорили что имя Всевышнего Всевышний проявляется в этом мире через имена мы в еврейте нет слова Бог слово Бог не существует есть имена Всевышнего и вот это вот вот эти имена это проявление его в этом мире и мы и мы очень внимательно читая Тару видим что иногда встречается имя Элоким иногда четырехбуквенное имя иногда Сшин который называется Шадай иногда Элоким просто Шалом вообще мы говорим что на самом деле вся Тара это имена Всевышнего то есть всякое проявление Всевышнего это имя поэтому к имени всегда нужно относиться очень внимательно оно несет в себе сущность имя человека тоже очень важно смотрите когда возникает еврейский народ и женщины наконец начинают официально рожать детей наши праматери дают имена нашим праотцам ну вот коленам Лея Рахель дают имена своим детям и вот эти имена очень важны 12 имен 12 колен и вообще у нас наши праотцы Авраам меняет имя Сарай меняет имя Яков получает второе имя Исраэль Ягушуа и так далее мы видим что есть варианты когда имя меняется есть варианты когда добавляется второе имя в частности вот Яков получает имя Исраэль надо вам сказать что Яков Исраэль очень интересно что всякий раз когда происходит изменение имени оно происходит окончательно Авраам становится Аврагам Сарай становится Сара и так далее и так далее я просто читаю как вот здоровается но я тоже как бы со всеми здороваюсь хотя уже в уроке мы говорим об именах имена имена дело очень важное и читая текст мы должны всякий раз обращать внимание на то имя которое мы встречаем то ли это имя человека то ли это имя Всевышнего потому что через эти имена проявляются те или иные качества и мы заговорили о том что вот Всевышний обращается к Исраэлю и называет его Яков ну мы понимаем что Яков и Исраэль это два абсолютно разных качества Яков от слова Экиф он держался за пятку своего брата первый родился Исав а второй держась за пятку Исава появился тот которого назвали Яков от слова Экиф пятка пятка это очень материальная очень низкая самая низкая точка в человеке попирается на нее давит весь наш материальный груз и второй имеет и Исраэль Исраэль это возвышенное имя Яшар Эль прямо к Богу Шар Эль воспевающий Бога то есть Исраэль это очень духовное начало и вот эти два несовместимых понятия с одной стороны Яков материальное с другой стороны Исраэль и мы видим что нашему праотцу Якову добавили имя и именно он является прародителем еврейского народа 12 колен так вот вот смотрите как интересно получается особенно на примере Якова Исраэля когда написано что есть братья между братьями конфликта Иосиф и его братья конфликт написано что Яков Яков любит Исраэля больше братьев Яков любит Исраэля больше братьев но посылает Иосифа проведать братьев Исраэль Яков наверное никогда бы не послал его потому что он знает о конфликте и он понимает что этот конфликт может закончиться очень нехорошо Исраэль понимает что единственный кто может выполнить вот это вот посланничество шлихут посланничество и привести мир узнай здоровы ли братья мирны ли братья шлом ахав шлом это мир гармония Исраэль понимает что только Иосиф способен выполнить этот шлихут это посланничество эту задачу поэтому Яков любит больше Иосифа чем братьев тем самым вызывая гнев ненависть братьев Исраэль посылает его выполнить очень важную миссию когда братья приносят известие о гибели гибели в кавычках гибели Иосифа они демонстрируют вот эту вот полосатую рубашку всю в крови то смерть сына воспринимает Яков и Яков он 22 года находится в трауре 22 года он оплативает своего любимого сына вы знаете в это же время еще жил Ицхак и Медраж нам говорит что Ицхак он знает что произошло но вместе с тем он не открывает эту тайну своему сыну видя что сын мучается он понимает что нельзя ему еще открыть эту тайну и вот когда известие приходит о том что Юсеф жив кто собирается в путь написано Исраэль и сказал Исраэль все хватит давайте собираться и Исраэль они сообщают Яакову о том что сын Юсеф жив Исраэль говорит все надо собираться прекращаем траву и вот когда они приходят в Бершеву кстати с Бершевой интересно с Бершевой связаны все наши прадцы и Авраам и Исхак и Яков Авраам и Исхак заключает там союз с Авимелыхем царем филистимлян по разным причинам у Исхака там даже вот колодцы всевозможные есть колодец Реховет когда уже враги не закапывают его когда он живет в мире и Яков тоже связан с Бершевой Яков получает своего рода благословение когда он выходит спускаться в Митраэм в Египет он в этом месте получает благословение и Всевышний ему говорит не бойся значит и сказал я буду с тобой я умножу твое потомство то есть Бершева это место очень важное такое же важное наверное как и Ишхем мы говорили о том что смотрите Шхем это место входа и там побывал Авраам он вошел в Рецесраэль там побывал Яков при возвращении он даже там приобретает участок земли и все колены Израиля дабы войти в землю Кнаанскую они проходят между двух гор Гризим и Ивалия это тоже Шхем это тоже Шхем то есть Шхем это своеобразный вход в землю Израиля Бершева наверное это выход из Израиля и да Ицхак не выходил из Израиля но Бершева это самый-самый выход то есть это это еще здесь но уже на границе таким образом вот эти вот два города Шхем и Бершева один это вход а другой это выход и по существу наши прородцы связаны с тем и с другим и с другим местом и вот значит Яков выходит попадает в Митсраим и дальше описана встреча встреча между Йосефом и Яковым вот это вот место очень интересно значит написано что Йосеф запрягает колесницу сам запрягает да и написано и поднялся он я читаю Берешит 46 стих 29 да Веисор Йосеф Маркевото и снарядил Йосеф свою колесницу и поднялся навстречу Исраэлю имя Исраэль написано и дальше написано в землю Гошин и показался ему и дальше вот очень важно и упал на его шею и рыдал еще на шее его рыдал еще это значит сильно рыдал на шее его кстати о рыданиях тоже интересно это целая целая тема кто плачет в таре написано есть люди которые плачут их не так много и на самом-то деле тоже интересно рассмотреть что такое плач смех интересен и плач тоже интересен так вот Юсеф бросается поднимается навстречу Исраэлю бросается ему на шею обнимает его и плачет замечательно очень хорошая сцена все было бы очень замечательно и хорошо если бы не один маленький комментарий Раши Раши на этот стих пишет так да Юсеф обнимает отца Якова и плачет целует его а Яков не обнимает Юсефа не целует его ну и не плачет соответственно как так аваль Яков ло нафаль аль цавара то есть Яков не упал на шею Якова то есть Яков позволяет себя обнимать но сам он не обнимает Юсеф казалось бы странно да 22 года Яков он находится в трауре он это для него самое великое горе он потерял любимую жену вы знаете что Рахель она умерла при родах Бениамина потом потерял ее преждевременно и своего любимого сына который очень напоминает ему жену он похож на мать в 17 лет он его тоже потерял его тоже 22 года он у нем в трауре он горюет о нем и вот встреча неожиданная фантастическая невероятная случилась Шив сын жив и он с ним встречается и он не слезиночки хотя Яков это тот кто плачет Яков плачет в таре Яков плачет это один из тех кто плачет видимо в то уровне его сентиментальности таков что он вот слезы из глаз льются и вот вдруг вот такая холодность ни слезинки и ни одного объятия почему Ираша тут же нам говорит значит Яков не бросается на шею своего сына Юсефа почему потому что сказали наши мудрецы что в это время он читает Криятшма он читает Криятшма что такое Криятшма Криятшма это Шма Исраэль то есть есть у нас заповедь читать дважды в день Шма Исраэль Шма Исраэль это некий текст из Тары впервые он у нас появляется в книге Дворим книга Дворим глава 6 стих 4 и там вот есть эта знаменитая фраза слушай Израэль Господь Бог наш Господь един Шма Исраэль Ну идет отрывок и мы еще потом по указанию наших мудрецов еще два отрывка добираем в Шма Исраэль они тоже находятся в книге Дворим чуть позже и таким образом мы обязаны и мы считаем что это заповедь из Тары потому что это написано и читайте дважды Ложась и вставая там написано утром и вечером Ложась и вставая ты должен эти слова произносить то есть вот эта вот заповедь чтения Шма Исраэль она очень важна она очень важна и всякий раз наши мудрецы нам говорят что в любом случае жизни что бы ни происходило очень хорошее или очень плохое человек должен сказать Шма Исраэль перед смертью надо собраться и сказать Шма Исраэль в радостные минуты надо говорить Шма Исраэль утром и ночью надо говорить Шма Исраэль всегда нужно говорит шмай сай потому что это ну своего рода вот это стих это такой показатель символ веры вы знаете как вот маген давид на груди и сразу видно ага еврей аген давид не обязательно но вот если сегодня вы встретите человека у которого висит маген давид то понятно что он имеет какое-то отношение к еврейству но если значок может быть он сочувствующий но если у него медальончик такое на цепочке висит то есть постоянно скорее всего он себя относит к еврейскому народу маген давид вот шма израиль то же самое да шма израиль произносят люди даже не очень соблюдающий и даже те которые не очень молятся на но шма израиль они говорят по разным поводам разным причинам учат детей своих множество историй как находили пропа пропавших детей после войны и детей которые которых прятали в монастырях и они уже как бы даже какой-то мере ассимилировались но когда вдруг они слышали эти дети шма израиль то что с ними родители говорили перед сном они вдруг вот знаете вот видно было что они это знают знают именно вот это они знают это это нельзя это с молоком матери как бы входит и поэтому для евреев шма израиль это очень важно это очень важно так вот да это заповедь и это заповедь записана в кодексе закона в 613 заповедях объясняется в шулханарух в нашей законодательной книге там все объясняется что как каким образом как читать как закрывать глаза и прочее сейчас не об этом мы говорим о том что яков вместо того чтобы обнимать своего любимого сына по которому он 22 года трау справляет он в этот момент почему-то решил читать шма израиль вопрос почему зачем что это такое и трудно ответить на вопрос но попробуем попробуем это на это ответить вся история сводится к тому вся история человечества так скажем сводится к тому что начинается она с брата убийства каин убивает евеля и потом вот этот вот такой грубо говоря один из первородных грехов но первородный был немножко другим ну вот основополагающих грехов он как бы лежит в основе человечества брата убийства и в дальнейшем чтобы создать еврейский народ нужно чтобы произошло исправление чтобы каин и гевель ну уже в других воплощениях а они обнялись да и вот это исправление как раз будет наступать через братьев через братьев вот сейчас когда подступил иуда воегаш иуда и когда подступил иуда к иосефу вот сейчас вот сейчас должно наступить вот это вот примирение когда иосеф и иуда должны обняться и если нет этого исправления невозможно построить еврейский народ и как раз вот сейчас мы приходим к тому что вся семья возвращается надо сказать что если вы внимательно читаете вот этот момент сам момент встречи тоже очень непростой ведь когда иосеф открывается братьям у них возникает одно единственное желание как утверждают наши мудрецы они решают его убить когда они узнают кто перед ними стоит тоже интересный момент и по этому поводу можно порассуждать почему они захотели его убить или может быть иосеф прошел исправление они не очень прошли исправление и им еще предстоит это все исправить действительно в дальнейшем будут непростые отношения между братьями и иосефом но по крайней мере то что мы видим четко и ясно что я аков исраэль это тот кто порождает по существу наш народ вот со своими двумя именами у него там происходят очень интересные вещи когда яков знает а исраэль не появляется когда исраэль знает яков не знает то есть такое мне ощущение возникает что между я аковом и исраэлем нет единства ну такой тип шизофрении есть некое раздвоение что когда фигурирует яков как бы исраэля там нет но когда появляется как бы я кого там нет и обратился к исраэлю и сказал яков яков почему нужно двойное имя почему два имени почему одного имени достаточно видимо вот этой вот в этой двойственности но на самом деле какая-то важная закономерность заключается и вот мы видим что яков дождавшись наверное или дожив самого великого что у него могло быть в жизни это грубо говоря воскрешение для него воскрешение йосефа он произносит шма исраэль яков произносит шма исраэль исраэль это его имя в данном случае исраэль это не народ значит получается что яков обращается к исраэлю то есть один человек в нем обращается к другому человеку в нем как это понять но я это понимаю так что в данный момент в данную секунду происходит соединение якова и исраэль что с момента борьбы помните вот яков борется ночью с каким-то человеком и тот человек ну мы знаем что это ангел покровители сава и тот человек ему объявляет что его имя будет не только яков а исраэль об этом еще никто не знает в дальнейшем после истории с диной у города шхема все уходят в байтель очищаются и там принося жертвы всевышнему становится уже всем известно что яков он же и исраэль и дальше видимо яков и исраэль живут рядышком так под параллельно иногда пересекаясь но это не одно и то же и должно произойти вот это вот страшное совершенно страшное событие между братьями 22 года траура чтобы вдруг каким-то образом пережив все это яков и исраэль соединяются вот ту самую секунду когда если плачет на груди своего отца яков и исраэль становится одним целым по существу я бы сказал что если происходит исправление оно происходит на самом деле у всех а оно происходит у якова исраэля оно происходит у юсефа оно происходит у братьев у всех братьев причем несмотря на то что чаще появляются определенные братья допустим ру вен иуда шимон леви а другие находятся в тени но по существу все они находятся в этом событии и со всеми что-то происходит и главное исправление должно произойти именно яков исраэль когда яков и исраэль соединяется тем самым у всех у нас его потомков появляется возможность действительно одухотворить материю и то что душа приходит в тело и соединяется с телом становится одним целым душа тела мы не можем его разъединить насколько наша материя одухотворяется мы говорим о том что есть спаситель из дома юсефа это первый уровень спасения и спаситель из дома иуды давида это второй уровень спасения так вот первый раз спасения доме сэфа юсеф обнимает я якова это когда явно существует материя и дух но дух доминирует вот это происходит именно здесь когда яков обращается к исраэлю и говорит слушай исраэль иначе все как другой бог наш бог един бог наш бог един это что значит это значит вот это четырехбуквенное имя югей вагей которая выражает милосердие и имя элоким который райт суть суд милосердие суд это одно и то же да люди начинают различать что вот суд это там допустим это материальное начало мира а милосердие это духовное начало мира так вот и материальное и духовное это одно и то же происходит полное слияние в эту секунду когда юсеф который отвечает за материальность он рыдает он приходит к исраэлю и рыдает на груди якова и яков говорит исраэлю бог един суд и милосердие одно и то же в этой точке наступает полное исправление в эту секунду и благодаря наверное тому что случилось с яковым исраэлем в эту секунду мы которым заповеданно это читать ежедневно утром и вечером вслед за ним также через этот стих имеем возможность видимо определенным образом одухотворить нашу материю а что такое одухотворить нашу материю это по существу второй уровень спасения это когда духе материя становятся одними тем же и то есть возвращение в ганеден вы же знаете что в райском саду в ганедене они ходили ноги и верх от низа не отличался вверх это духовное низ это материальное они были ноги и только после грехопадения произошло отделение верха от низа они значит опоясание сделали получили одежды то есть все это сокрыли и вышли в мир покинули ганеден значит духовное материальное разделилось и теперь одно будет всегда управлять другим дальше если произойдет исправлением должно произойти мы никто не денемся мы должны одухотворить материю и вернуться обратно в ганеден опять состоянии обнаженности когда верх и низ не отличаются вот это есть то есть до грехопадения это есть по существу полное исправление так вот и вот эта точка юсеф плачет на груди своего отца наша и своего отца а это и есть точка полного исправления и наши мудрецы это прекрасно понимали и поэтому они то точно сказали нам что да да вот в эту секунду яков читает шма израэль он говорит второму своему началу израэль что все едино бог наш судья милосердный это по существу одно и то же судья материальный мир милосердный ховный мир они одинаковы и вот когда ты это ощущаешь это и есть точка полного исправления вот что я хотел поговорить об именах но действительно до исраэль это вот то что мы учим из нашей недельной главы и я надеюсь что я достаточно внятно и понятно хотел вам рассказал то что хотел рассказать сейчас я посмотрю или есть какие-то конкретные мне вопросы кроме того что мы здороваемся 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 шмаги да вот саша борисенко пишет значит смотри я уже два года на шумаген давид грехи тянут ну грехи у всех тянут знаете у всех ничего не поделаешь да дело ведь не то что нет грехов их и есть дело то что ты с ними делаешь понимаете и поэтому яков остается рядом с израэлем яков материально израэль духовные всякое материальное как сказано quality и нет человека в этом мире который не грешил бы нет такого человека другое дело что мы с этими грехами делаем и поэтому да действительно вот это вот шма израэль на самом-то деле когда если это продуманно произносить продуманно ведь почему мы закрываем глаза когда произносим эту фразу чтобы обдумать фразу чтобы услышать услышать значит понять что действительно когда человек начинает не просто чувствовать и понимать что суд и милосердие одно и то же то есть все от всевышнего ничего случайного нет и тогда если это со мной происходит я только должен понять сейчас почему это со мной происходит что в этот момент всевышний мне говорит он точно мне что-то говорит и поэтому конечно же если я осознаю свой поступок свое деяние как греховное я должен понять почему это делаю что меня толкает какие мотивы какие выводы из этого делаю ну и так так есть исправление следующий раз постараться попав в эту ситуацию не делать так же да ну да конечно это это гармония между телом и душой точно ну да конечно вот вот об этом я хотел с вами поговорить будут вопросы каким-нибудь образом ну значит другой на самом деле все наши разговоры нужны только для того чтобы включить наш мозг и и думать 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 и понимать что происходит с нами всего хорошего всем всем привет с наступившим календарным годом с новым месяцем месяц твт у нас и и шаббат шалом всего хорошего